Добро пожаловать на канал АМФ Филмс, где для вас звучат жутко интересные пересказы. С вами Марк, и мы начинаем. Нежданно-негаданно, но... Скиф Действие фильма разворачивается на территории древних земель Тмутарканского княжества. В это время эту землю покинул Старый мир, исчезли древние боги и погибли былые герои. Именно в этот момент настало время новых битв и новых героев, которые стали легендой. В придражной харчовне начинается разговор между воином, который прозвал себя Барсуком, и человеком, к которому он прибыл. Вскоре Барсук нападает на этого человека, и между ними начинается бой. В битву вступает один из скифов по имени Кудница. По сравнению с другими участниками, скиф выделяется своей ловкостью и мистической силой. Барсук и его люди убивают практически всех во время драки и отправляются дальше. Тем временем князь Олег получает свиток, сообщающий о том, что великий князь отдает ему Чернигов. Ратник Лютобор, один из любимых воинов Олега, замечает птицу над скалами и чувствует, что в скором времени произойдет что-то недоброе. Внезапно из скал появляется незнакомый воин и целится прямо в князя. Лютобор закрывает его своим телом, тем самым спасая жизнь правителя. Бой с остальными недругами заканчивается их полным крахом. Вскоре Лютобор узнает, что у его жены начались роды, и вскоре на свет появится долгожданный наследник. Боярин сразу же мчится к супруге. После мучительных часов ожидания он получает новость, которая делает его самым счастливым человеком на свете. Жена подарила ему сына. На следующий день князь Олег знакомится с сыном Лютобора и сообщает, что готов стать его крестным отцом. В знак своего почтения он вручает семейству свой меч. Не все рады такому исходу событий. Один из воинов князя предлагает проверить доблесть мужчины, и между ними начинается, конечно же, битва. Лютобор побеждает соперника, даже не подозревая, что тем самым нажил себе врага. Татьяна замечает у мужа рану и спешит оказать помощь. В это мгновение на деревню нападает воина барсука. Они убивают практически всех местных и забирают жену Лютобора вместе с ребенком. Внезапно на куницу нападает сзади. Он слабеет и падает. Идя в хижину, Лютобор находит на двери свиток с ядом. Он идет к князю, чтобы рассказать о находке. Олег сообщает, что уже слышал о том, что случилось, и спрашивает, что враги хотят за заложников. Сначала Лютобор молчал, но потом ответил, что людям барсука нужна жизнь князя. Боярин сообщает, что готов служить Олегу, и тот высоко ценит преданность мужчины. Яд, который Лютобор отдал князю, снова попадает в руки главного героя. Он выпивает все содержимое стакана. И ему, конечно же, становится плохо. Понимая, кто пытается его убить, Олег указывает на боярина, и того тут же бросает в темницу. Мучения Лютобора были недолгими, ведь спустя некоторое время к нему пришел князь. Он сообщает, что у них есть всего семь дней, чтобы отыскать Татьяну и младенца, а после отпускает Лютобора. Тот находит своего товарища Роффа и просит показать, где находится пойманный воин. Придя к унице, он берет с него клятву верности в обмен на свободу, и тот соглашается помочь в поисках Татьяны. В это время степняк, которого Лютобор победил в бою, отправляется на его поиски. Тем временем боярин ставит куницу на колени перед идолом Перуна. Внезапно из другого конца пещеры слышится голос. Он утверждает, что куница не верит в Перуна, и что он не сдержит клятву. Огонь гаснет, и несмотря на темноту, боярин вступает в бой с тем, кто говорил с ним только что. После убийства незнакомца, куница дает клятву перед идолом. Лютобор развязывает руки пленника, и тот нападает на боярина. В какой-то момент он ослабляет хватку и понимает, что должен выполнить данную клятву. Лютобор добирается до купца Трояна. Тот уверяет, что много слышал о доблести мужчины, и предлагает переночевать у него. В это время Татьяна с ребенком предпринимает несколько попыток к бегству, но все они терпят крах. Проснувшись утром, Лютобор видит, что куница ранил Трояна и всех остальных в его доме. Мужчина утверждает, что торговец хотел получить награду за голову боярина. Тем временем Татьяне рассказывают, что ее отдадут тому, кто заплатил за ее похищение. Самым страшным для женщины стала весть о том, что ее новорожденного сына либо принесут в жертву, либо отдадут на съедение волкам. Лютобор и куница отправляются в путь на лошадях. Столкнувшись с воином Барсука, они одолевают их, но дальнейший путь вынуждены продолжать пешком. Между мужчинами завязывается разговор, в ходе которого куница внезапно исчезает. Оказывается, он заметил еще несколько врагов и теперь устроил над ними расправу. Лютобор тем временем замечает Барсука и становится свидетелем того, как тот раскрывает свои планы на его жену. Разозлившись, боярин нападает на врага, и тот падает со скалы. Куница в этот момент расправляется с остальными воинами. Вытащив стрелу из ноги, Лютобор и куница предпадают к ручью, чтобы утолить жажду. Спустя мгновение они оба теряют сознание. Мужчины приходят в себя в лесном племени, которые чтят Велеса. Они подвесили пленников за ноги и стали устраивать свои обряды. Местные жители выводят незнакомого мужчину и дают ему выпить зелье. Спустя несколько минут он превращается в ужасного монстра. В качестве пищи для него в яму спускают куницу. Тот изо всех сил пытается увернуться, чтобы не попасть в лапы зверя. Не зная, как помочь товарищу, Лютобор вдруг замечает остатки зелья. Ему удается дотянуться до него и сделать несколько глотков. Это придает мужчине сил, и он тут же бросается на монстра. Однако, одолев его, он не успокаивается и набрасывается на жителей леса. Не давая отчета своим действиям, Лютобор убивает все племя. Как только все стихает, куница выбирается из ямы. Он видит, что товарищ, которому вернулось человеческое обличие, глубоко сожалеет о садейном. Ведь он взял на себя грех, который невозможно искупить. Куница пытается успокоить Лютобора, объясняя, что это действие зелья. Собравшись с духом, мужчины отправляются в дорогу. Через какое-то время они попадают в становище скифов, где Лютобор видит Татьяну. У местного жреца он узнает, что скифы выполняют волю стороннего человека. Куница тем временем бросает вызов вожаку по имени Яр. Лютобор просит отпустить его жену сыном, сообщая, что выполнил уговор. Боярин объясняет, что никакого уговора никогда не существовало. Увидев, что исход боя куницы и вожака предрешен, он готовится вступить в схватку с Яром. Вожак уверяет, что чужак не имеет права бросать ему вызов, ведь он чужак в этих краях. Однако бог Арос подает знак, призывающий к сражению. Лютобор пробуждает в себе зверя, которым он был в лесу, и без труда убивает соперника. С этого момента народ принимает его своим вожаком. Однако он игнорирует эту информацию, пытаясь выяснить, как он может забрать жену и сына. Жрец помогает Лютобору выяснить имя человека, который так яростно желает смерти Олега и заказал похищение Татьяны. Им оказался сын князя. Предателя приводят к отцу, и тот, не испытывая ни капли сочувствия, убивает отпрыска. Лютобор пытается примирить князя Олега и Скифов, но тот не желает ничего слушать. Он приказывает союзным степнякам расстрелять Скифов. Боярин игнорирует приказ Олега и утверждает, что он не его слуга, а Скиф. После этих слов Лютобор гордо уходит. Он держит путь туда, где его ждут сын и жена. Когда мужчину настигают степняки, он вступает в бой, пробуждая зверя внутри. Это прямо как быль, как быль звучала. Очень классная история и очень крутой фильм. Однозначно, советуем к просмотру. Да еще он русский. Блин, я сам пойду смотреть, слушайте. Все, я пошел. Ах да, подписка, лайки и, конечно, комментарии. Смотрите интересные и исторические фильмы вместе с нами. Вместе с АМФ Филмс. Пока-пока. Чего не густо прыгает?